Эх, какая ты зараза, хауситская чума. Приветствую, друзья, с вами Верус, и мы продолжаем играть за Борисом. Я отхожу, я восстанавливаюсь, кстати, реально, давно уже так продолжительно не болел. Не восстанавливался, ну ладно. Этот город мы бросаем по факту на произвол судьбы, но тут есть гарнизон, который еще может задержать кого-то, еще может с кем-то справиться, еще может заработать нам денег, так что оставляем. Тем более в прохождении за Ограф у нас там был момент, когда мы города оставили, ну тут вот, помните, ну чисто так вот. Ну а вдруг заработают они нам денег, и они нам заработали денег, отчасти, неплохо так. Борис пока прячется, в принципе, здесь остается только сдавать ход, потому что тебе заниматься нечем, тут порядок вроде бы более-менее. Мы уже на следующий ход начнем улучшать город, а там и гарнизон раскачаем, сдаем ход. А, ускорение, ускорение, снидь, 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 ну давай, 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 самое интересное. Это братство пропустили, что они там ходят? Вон, бегают, телепортируются. Но сейчас мы ту армию одну поймаем, по идее, как раз дотянется. И они отступить не смогут в телепорте своем. Так, вступить в войну, да пока подождите, не до того, друзья мои. Пока не до этого. Так, но эта армия помогает, смотрите, осада, там все нормально, все хорошо. Не последовало. Ну, в принципе, они разграбили и все, ну мелочь. А, первая победа, но здесь еще армия дзинча. Можно одержать победу с минимальными потерями, наверное, придется разыграть. Сейчас все-таки придется разыграть и тут никуда не деться от этого. И никуда, никуда нам не деться от этого. От этой гадости, от этой напасти. Ну, ничего. Тут они с двух флангов, наверное, пойдут. А мы их расстреляем просто. Хлам всех, никого не пожалеем. И армия останется более полноценной. Не было бы рядом армии дзинча, вообще бы не вопрос. Но тут, как бы, дотянется ли сейчас армия? Спасет ли она на самом деле город? Не спасет, заново его застраивать. Деньги тают. Минус сохраняется. Минус уменьшается, но он сохраняется. По-прежнему еще пока что. Пока вон... Висит... Как дамоклов меч над нами. Ну, кстати, планировка, как у многих кисливитских городов. Но здесь чисто уже огры такие. Обжились. Можно было бы, если бы забираться на эту скалу. Представляете, так стоять. Магом гастовать. Закидывать фаерболами. Не, это было бы читерство, но... Отчасти прикольно. Такс. Такс, 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 такс. Наверное... Вот как перекрыть здесь два прохода? В принципе, можно, я думаю... Ну, здесь защищать один... Ничего не будет. А все-таки вышку ставить тут. Раз. Здесь мы... Выставляем бойцов. Ну, их, похоже, огров здесь не так много будет. Огров, похоже, будет не так много здесь. А тут... Ну, попробуем. Ладно, вот так. Выставляем вас... Несколько. Несколько рядов. Здесь... Двоих. Можем полководца сюда выставить. Ну, а кавалерия попытается отвлечь. Ну, хотя выйти где она здесь может... Пытаться отвлечь. Но только максимум тут, на самом деле. Погнали. Город защитим. Легко и непринужденно. Может быть... Вот как раз-таки часть побежит захватывать точки. И нам будет еще проще... Их уничтожать. Но часть может и вот здесь пойти. Поэтому я стал... Ну, чуть глубже. Расстреливаем. Давайте и все. Кстати, здесь еще... Начинает отбегать. Но этот сюда течет. Нормально. Сойдет. Так, а где вторая вышечка? Вот здесь. Нормально. Можно. Шикарно. Так, ну и вы преследуете. Вы преследуете. Здесь мы уже всех можем перебрасывать. Бегите как хотите. Там даже путь особо я не буду вам выставлять. Кавалерия их минуснет. Так, успехи. Давай-давай, еще одно хотя бы завали. И вот этого. Кого он лечить начал. Не кстати. Так, а ну-ка сделайте пару залпов. Они-то уже бегут все. Хотя он в любом случае к нам придет. Мы можем вот сюда ставить отряды и вообще не заморачиваться. Так, вот это может вернуться. Давай. Сделаем так, чтобы он точно не вернулся для начала. Отлично. Ну и все. Делов-то тут. Вжиг-вжиг и все. И вам бегать ничего не мешает. Из вас получится хорошие танцоры-огры. Быстро и оперативно. Обращайтесь. Так, мораль у него пока что не просела. Добиваем гнобларчиков. Кстати, вот здесь Шушера. А, у тебя опять режим врубился к какому-то фигу. Отчасти он-то тебя, конечно, спас сейчас, но... Тоже мне. Воякам. Все. Ускоряемся. Кавалерия, быстрее добивай. Но единственный вариант автобой мог добить бы их прям полностью. Вполне возможно. Как из преимуществ. Но он бы слил очень многих. Естественно. Нас такое не устроило. Сейчас. Ситуация не самая приятная. Отбить нужно армию Дзинча и потом... Кстати, вышки, видите, своих убивают. Ну, то есть... Сейчас кавалерия несла потери. Вот как раз-таки под обстрелом вышек. Вышки бьют по своим, вышки попадают, вышки больно могут сделать. Да, у них точность неплохая, в принципе. Но все равно. Погибать порой могут. Свои. Friendly Fire. О, зато восстановление потерь. Деньги тут не такие большие, предлагаю. Нормально. Да вы чё, все сейчас будете ко мне с этой просьбой ходить? Давай, отжимайся. Это гном. Ну ладно, тут не будем в этом поселении особо заморачиваться. Можно. Там просто армия Кхорна идет и отстоять это поселение, чтобы Кхорна отодвинуть. Ну ничего, не будем сейчас предпринимать в этом плане. Вот он он. Демон. Союзник призывает войска. Спасибо тебе, союзник. Сорвана засада. Армия зар... Опять? Борис. Так, кончай ты уже, блин, на св... Хоть на свою территорию сбеги, чтобы восстановить. Но здесь вон еще и поток идет. Беженцев. Демонических. Тут фиг, что сделаешь сейчас. Кислив в осаде прям в жесткой. Так, отвалите. Я не разговариваю с вами, хотел. Дай мне посмотреть. Чума здесь есть. Чумы тут нет. Можно напасть на эту армию. Попытаться сбежать, наверное, уже... Через порталы. Пока Кислив еще наш. Давай, сопротивление выстрелов. Кислив можем вновь потерять. Выходим. Да ладно, блин. Ну иди ты нафиг. Сливать. Ну, не такой бой нужно разыгрывать. А ну-ка. А ты еще и сам не можешь победить. Чисто только время потеряли. Мерзавцы. Вообще, ни стыда, ни совести. Для автобоя. Расстрел. Расстрел. Или, наверное, подключить лучше вас. Ладно, давай. Нападай. Время тут. Потоптались, потеряли. Но сражаемся лично. То, что на автобусе сливает, такое нельзя допускать. Еще и борись с чумой. Вот это вот. То, что заразился раз, заразился два. Он еще от той не отошел, считай. Уже к этой. Вот чума. По факту у нас, согласитесь, сейчас здесь чума одолевает. И не на границе с Нурглом даже. А с Легионом Хаоса. Нафиг Легион Хаоса так хорошо чуму распространяет. Мне кажется, все-таки с Легионом чума, пусть она ему помогает. Но заражать вот так вот слишком читерно. Всех. У нас и так есть один читер, который постоянно останавливает нашу армию. Хватит нам этого. Что мне перепутать, и погнали. Но хотя тут перепутать невозможно. В идеале. О, а что ты? Не хочешь идти в бой? До подкрепления. Но пушка не дотягивается, поэтому сейчас она не спровоцирует. Ну, а мы, значит, пока что подождем. В принципе, я не против. Часы тикают. Часы играют за нас. Сейчас бы очень хорошо ветерок зашел. Почему сюда ты? Ну, это опять мыша. Это все-таки мыша. Которая не дает развернуть. Да чтоб тебя! На тебя гадость накинули. Ну, что сделаешь? Вот такие-то они, мерзавцы. Крадущийся медведь. Это вот просто стиль ассасинов. Кислевицких. Никто не видит такого здорового мишка. Можем тройную скорость врубить. Если будете так терпеть все наши нападки. Накладываем проклятие. И уже подходят к подкреплению. Но можно было в этот угол встать. Это не обязательно. Давайте сюда. Для начала давайте встанем вот здесь. Дальше уже будем... Хотя вы останьтесь останьтесь с армией со своей. Засуетился сразу. О, пушки хорошо работают. Выкашиваем. И он, кстати, пошел в сторону этой армии. Любопытно. Ждем. Так, мишки свалите пока что. Сейчас здесь начнется ужас. Замедляем. Уничтожаем. Так, отогнали их чуть-чуть. Ждем. Тут не успеешь все плюшки накинуть. А нам обещали слить всех тоже мне. Вояки. Полководца наказать. Замедлить. Кошечку вызывай. Ой. Давай попроще вот тут. И поближе же. Бегом. Вот и все. Вот и без потерь. Магов сейчас единственное, конечно, добить. желательно. Как там вообще можно было в такой битве потери нести? моему возмущению поэтому не было. Конца. Все-таки сейчас придется Борису уйти. иначе мы из-за чумы попотеряем многих бойцов, ну, отряды. Тут же теперь можно потерять отряды. В небоевых потерях могут и герои погибнуть. Может, и не задумано так, но пока выглядит, что так все и должно было быть. Так. Все. С тобой разобрались? С тобой разобрались. Восполняем потери в любом случае Борисом, чтобы, ну, Мишек однозначно спасти. Стэк, ну, вообще не классический, не характерный. Я бы не сказал бы, что он универсальный у Бориса. Ну, Мишки сильные. Это есть. Эта тема есть такая. Так, Борис. Борис Борисович. Ты можешь как помощь, конечно, сейчас еще прийти. В любом случае. Поможешь хотя бы здесь. Хотя бы чуточку поддержишь своих. Так, дар убеждения. Ну, давай. Сокрушительный натиск. У тебя медведь наконец-таки появился. Борис. Борис может в засаду еще встать. Пусть стоит. Там, 45 процентов, но ему в любом случае двигаться никуда не нужно. На следующий ход и ты будешь уже с армией. Если что, выдвинешься к Прагу, потому что Праг будет сейчас в осаде. Марату нужно будет расправиться с ними. Да, в город мы можем зайти. Мы можем кстати здесь ударить и Зинч начнет подходить как подкрепление. Но можем уйти в город пока. А ну-ка подожди. Подожди, давай тогда не тебя, а вот ты. Развернешься назад и сейчас удач. Но он отступит. Он может отступить. Ох, ты дотягиваешься до него. Шикарно, шикарно. Первую победу отдают. Опять первая победа. И тут-то армия тоже не пальцем делана. Как бы они как положено деланы. Самым на то положенным местом. Да, это место порой кладут на что-то, но оно должно быть именно так. И ничего с этим не сделаешь. Кавалерия. Но у нас дальность стрельбы хорошая. То есть даже демоны которые умеют стрелять далеко сейчас не проблема. Мы зайдем немножечко с угла. Стрелять пушка будет под перемалыватель душ. Добивает? Добивает идеально. Ее можно будет тогда отодвинуть даже немного назад. таким образом вы фланге пушку дотягиваешься дотягиваешься нормально и вперед. Вот твоя цель перемалыватель душ. Так девчоночка у нас пешая. Кстати символично скользит в речушке да? На коньках. Ну красиво. Красиво идет. Вот они тебе. Серебряные коньки. Блин, ну попадания есть. Не такие чтоб. Да что ты мажешь? Я как смотрю ты мажешь. Я смотрю ты мажешь. Ее не видят. это единственное что сейчас спасает в случае чего. Чуть зацепили кавалерию и этого достаточно. Вот есть попадание хорош. И в принципе это заставляет уже их выдвигаться в нашу сторону. Ну тут точно не первая победа опять же. Потери могут быть большие там заклинания сейчас накидают на нас. Но не первая же победа правильно. Держаться держаться отрабатываем. с порой топом в эше льны отрабатываем. С льны в арбатах льны льны пос Но это все мелочи. Тут даже не дойдут до нас. Сейчас мы тебе боевой дух снизим, и ты распадешься сам. Работаем. Работаем. Я отставить сюда. Но заклинание, очень хорошо. Заклинание, конечно, по коцаре. Это есть. Двои темы забыл использовать. Ну, а все остальное мелочи. И даже патриарх живой. Ждать. Ждем. Скользи отсюда. Подлюка. Все. А, ну там еще убегают летуны. Кстати, они могут остаться вживу. Тяжелая победа, но не пиро. И потери все-таки не средние. Потери ближе к низким. Отлично. Но динч. Вообще, он из демонов, на мой взгляд, все-таки самый удачный. В плане игровых механик. В плане отражения его возможностей. По лору. То есть, он вот самый такой вот... Правильный, дядя. Демонический. Так, палец... О, палец святой Аннушки. Восстановление здоровья. Исцеление в секунду. Кстати, интересная штука. Хм. Ну-ка, давай посмотрим сейчас тебе. Этот палец... О, да ты еще и голый у нас. Серьезно. 14-й левел, ты до сих пор голый. Надо это исправить. Так, 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 так. Доспехи удачи. Хорошая вещь, кстати. Доспехи удачи, это... А, ну хотя у тебя есть вот снаряжение змея. Это даже топовий. Щит змея. Доспехи удачи, это хорошая штука. Шкура великого медведя. Но можно, я думаю, попробовать вот так. И вот этот доспех... Объединить. Ммм, брошь снежной бури. Ну тебе она точно не нужна. Ладно. Вернемся тогда. Где там это... Это снаряжение змея. Драконий шлем объединим. Еще одни такие же доспехи. Ну ладно. Потом, может, сейчас броня будет... Еще у нас тут вон... Пообъединять. Оружие, медный топор. Клинок фехтовальщика. Объединяем. Урон сооружим сквозь доспехи. Ну давай, бери этот. Клинок. Кровь родины. Постоянная способность кровь родины. Защита в ближнем бою. Превосходная защита от натисков. Ну, может быть... Ох ты. Спасбросок десятка, кстати. Классная штука. А тут еще булавая дает этот эффект. Я что-то до патча не замечал. Способность булава. Магические атаки. Ну ладно, булаву тебе я сейчас не буду выдавать. Кровь родины. Кольцо. Спасбросок десятку. Нет. Зачарованное зеркало можно. И венец командования можно. О, шип змея. Это, кстати, как раз таки эффект при использовании атака в ближнем бою плюс 5. Преимущество против крупных плюс 5. Атака, доступ к обмораживающим. Преимущество против... Ну давайте. У него будет полностью комплект. То есть он получает эти бонусы. Шип, шип, шип. Вата шип. Кровь родины. Ну давай, ладно, талисман тебе даем. И зачарованный, зачарованный. Мы можем объединить. Два синих объединяем. Получаем еще один синий. На самом деле тут разница. Нет, синие даже порой выгоднее продавать, чем объединять. Зачарованный предмет, осколок нет. Подожди, а где зачарованный предмет, который... Только что же тут был. С Анушкой. Пальчиком. Где палец? Балалайка. Венец. Лечебное зелье. Лечебное. Ничего, палец. Пропал. Хотя вот он, палец цветой. А, он выдался ему. А что, у тебя тоже ничего нет? Дружище, как так? У тебя ничего не было? Сейчас исправим. Это непорядок. Из магических предметов просто, ну, тут остается лишь вот это сопротивление выстрелов. Ну, ему пригодится с другой стороны. Почему нет? Преданность у нас и так, ее дофига. Скверну можно. Обзор на карте компании добродяга нам не нужен еще. Здесь. Косарь, дальность перемещения, хорошая штука. Маг, самоучка пока не будем. Хотя их у нас тьма. Вот. Магов, самоучек. Переработать на мясокомбинате надо. Так. Так, обзор. Страж. Ну, давайте вот так вот все-таки против героев уменьшим шанс успеха. Ну, и можно сборщика налогов взять. Либо слугу. Хотя студент, давай студент. Студента. Замечательно. Это есть. Только тебя не прокачал я. Дамочка. Бери хранителя. У тебя все есть. Тебя я проверял даже, когда назначал в армии. У тебя. Какого фига-то? С принятием физическому. Медный топор. А у тебя, кстати, тоже снаряжение змея. Ну, давай, ладно. Там хороший еще есть топорик. Мы тебе его дадим. Ну, это мы уберем. Я знамен не люблю. Хотя они стоят подольше. Мой подольше. Подороже. Так. Контроль в провинции. Да, вот так вот борец с сыноверцами. Воин-ветеран, воин-ветеран. И, знаете, все-таки я правильно сделал, что отправил Бориса для начала на территорию Кислева. Мы пробничек с вот этими чумными всеми делами посмотрели, как и в сердце отправляться владений Кугата. Ну, все-таки, наверное, не вариант. Ну, все-таки не вариант. Так, Анталь. Там мы забили. Там мы загасили. Ему уже никто не поможет. А здесь можем добить лагерь. Чтоб Огры не получали бонусов. И отступить в город. Хотя у тебя есть стремительный удар. Правильно же? Вам я сейчас качаю. Чтоб уже точно не осталось вопросов. Ой-ой-ой-ой-ой. А в город добежать ты не сможешь. Но стремительных ударов у них тоже не будет. Нормально. Хотя бы так, ладно. Ну, от армии Огров избавились. Распорядителя тебе сейчас не будем брать. Пока лучше... Хотя можно и распорядителя взять. С одной стороны. Ну, тут боеприпасы, атака для косариков. Бонус все-таки опытный. Будут сейчас... Уставшие, если этот бонус прям не зря получит. Бессмертие, бессмертие, бессмертие. Оп. Молодца. Молодца, атака ты, красавица. Противник погиб. Доход. Контроль. И, наверное, стоит сейчас проверить, посмотреть то же оружие, то же снаряжение. Обновить доспех. Так, а ну-ка. Вот это можно объединить. Зачарованное зеркало, блин. Нафиг оно нужно, это зеркало? Сопротивление заклинания минус 20. Ну, пусть. Маг может бомбить. Вокруг него как раз. Даже не сопротивление выстрелом возьмем, а это. Амулет сопротивления заклинаниям. Ну, получше, в принципе, чем у него есть уже. Уже не про... А хотя вот. Почему бы и нет. Да. Кровь Родины возьмем. Кровь Родины и оружие, вот этот клинок. Да. Ам, все хорошо. У тебя как? У тебя вообще нет снаряжения. Как я тебя проспал-то, родная? Не, там есть доспех прятаться. Можем выдать реально вновь. Потом его ей. Получим и выдать. Нервный топор. Меч. Давай натиск. Скоро все-таки может прибавить. В критической ситуации убегать через натиск. Вот он, талисман снежной буре. Зеркало берем. Запретный осколок. Ну, давай запретный, ладно. Управляющий станицей, слуга. Шанс слуга. ДЛМ. Тебя тоже проверить. Потому что он... Ничего нет. Хотя бы тот же зачарованный щит. Хотя, у него тут есть доспехи. Получшим. Или даже доспех судьбы. Он остался. Медный топор можно тебе уже выдать. Оружие есть. Венец командования нам не сильно нужен. Честно говоря. Вот спасбросок. Хорошая тема. И здесь лучше сопротивление выстрелом тебе выдать. Вот. Хотя, вот так вот надо сделать. Сейчас. Нет, дай бог, опять какой-нибудь вылет. Опять что-то будем делать, да? И переигрывать эти сражения не хотелось бы. Антарь, в общем, походил. Теперь Александра. 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 Его разбомбить. Ну, этим стэком мы вряд ли сможем небольшими потерями. Кстати, а что шанс, говорит? Ну, шанс нашей победы есть. Подкрепление. Вроде подойдет, но он отступит сразу. Он сразу отступит. Начинает нести потери. Это хорошо. Главное, мы его из лагеря хотя бы выбили. И Александр остается здесь. Здесь гарнизон, блин, в этом поселении не сделать. Пока не захватить, наверное, это еще поселение. Судя по всему. Так, лопатин. У тебя три хода еще. Вот оно улучшение пошло. Минус понемножку мы уменьшаем. Трановый пик строим. Хорошо, что у нас был запас денег. Представляете, если бы вот патч вышел, когда у нас денег практически не было. Вот это патовая ситуация была бы. Прям. Жесть. Началась. Сразу. Еще больше. Останье неизбежно. Постройка. Доступен форпост. Да, на форпост у меня денег нет. Так что забудьте. И сдаем форпост. Надо будет просить, наверное, армию катайцев от демонов защищаться. Хотя, с другой стороны, там есть схема защититься. И кислев мы не успеваем спасти. Увы, но кислев снова сейчас падет. Мы можем покоцать эту армию. И это сейчас придется сделать. Деньги на развитие кислев мы выделяли. Деньги шли. Субсидии им были. Правда, ну, все это вновь разрушено. И через кислев они могут, демоны, начинать сейчас атаковать непосредственно Катарину. И уже наша Катька, если захочет конфедерацию, то ладно. И там не то, что мне ее территории нужны. Так-то, на самом деле, союзник это лучше, чем присоединить ее территории в любом случае. Просто так, чтобы этот легендарный лорд не погиб, как Касталтин. Просто ради этого. Идет с двух сторон. Здесь отправляет летунов. Здесь тогда мы ставим башню. Кавалерию вывести. Медведя вывести. Попробовать вышки задержать. Сейчас будет такая. У нас здесь тактика. Выживание. Ворота сломают. Долго они не продержатся. Так, ну тут дома будут мешать стрелять, поэтому немножко отвести. Ну и все. Погнали. Держитесь, хлопцы. Вышки хорошие. Подкисливом. Но этого сейчас мало. Так. Так. Так Вышки не получается Замедлить сейчас Мишка большой Но через мишку похоже просто прошли Насквозь Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Улучшение есть Вышку замедлили Вышку разрушили Все, кавалерия уходит Одну вышку сломали И это максимум, что мы могли сделать сейчас Демоны вообще доставучие У этих призыв летунов Вечный У Хорна его Призыв Кровожад Кровопускателей У Нургла чума Зинч на карте кампании Вообще омерзителен Да и в бою Он со своей магией Со всеми Этими проклятиями Тоже не самый Желанный противник Ну то есть Демоны отчасти Это неплохо выполнено Но в любом случае В любом случае Зинч Всех краши сделан Так, Мишка, отходи Мне кажется Там вышка тебя больше бьет Своя Так, отлично Но этот фланг мы хотя бы разбили Эту армию мы оставили Почти ни с чем Ох, как тебе долго разворачиваться Чтоб плюнуть Да Ты пока дойдешь Уже тут Уже все сломается Так, вышек Три На, давай вот эту Подкрепление идет С этого фланга Очень долго и медлительно Но, кстати Они пошли на тот Я ничего не сделаю уже Туда я не успею перебросить войска Чтобы, ну, как-то Их зацепить Максимум могу вот так вот Сейчас чуть замедлить Стреляй в этих В одну линию так строить Бессмысленно Надо несколько На самом деле Ставить Чтобы Не цеплял Один отряд Сразу несколько Порой просто уже Безысходность И там Небольшая эффективность Дополнительная Результата не даст Скорее всего Кстати, вы Все-таки На этой вышке Помогли Какая-то часть Войнов здесь Осталась Вышка успеет хоть построиться Ну, успела Полное поражение Но и Демона мы Просто так город Не сдали Очень многих С собой забрали Жаль, только Чародей не успели добить Мелькиор Но отступать Надо Борис в итоге Не знаю Наверное На ускорении Будет вынужден Сейчас бежать Через земли Подверженные Скверне Кстати, он Грабит В теории Кислев Как бы еще Можно спасти Но это В теории Потому что Его может Сейчас Ланеш Сломать Нормально Лучше разрушить Пусть, чем О Враг не заметил Нашу засаду Все-таки Вот этот Стэк С Ланеша Он выдвинулся Сюда Мы можем доверить Автобой Можем нет Но давайте Уже в следующей серии Если что Наверное Сыграем Или нет Но это засада Ладно В любом случае Уже Уже надо Что-то делать А то В нос говорю До следующей серии С вами был Верус Всем добра Пока-пока